Добрый день, друзья! Есть такая присказка Интересно девке пляшу Это я вот к чему После интервью Манучару Где Валентина Талызина Рассказала про еврейские корни Илья Хиджаковой Ее на Украине стали величать Исключительно путинисткой Ну и вообще покрывать сельщиками хуями Они там это умеют, сведомые А ведь мне она в прошлом году Рассказывала, что она обожает Эту страну Я полуукраинка, так она мне говорила Послушайте У вас ведь помимо татарских корней Да, это значит первые корни А теперь вторые Спасибо, что вы нам Значит, у меня одна бабушка украинка Родная абсолютно Мама родилась уже в Сибири А вторая бабушка родная Чистая полька А мой прадед Пангальцкий Галичина Ужас Он, значит Светлой памяти Он восстал То есть принимал Восстание Костюшка В 1884-86 году Тут я точно не помню Против царского режима Чувствуйте, революционер был Вот И его не повесили Не расстреляли Не убили А сослали в ссылку В Семипалатинске И тогда Там, в Семипалатинске Уже в Сибири Родилась моя Полька Бабушка Таня Но, к сожалению, Долго не прожила Родила моего папку Его сестру И ушла из жизни Светлая память В 1906 году По реформу Витта Некоторые обозы С Украины Поехали в Сибирь И мои предки Значит, мой прадед С прадедушкой Моя бабушка Тогда уже они были И мой дедушка У них была фамилия Дуля Там Пангалицкий А тут Дуля Это Груша И они уехали в Сибирь В Омскую область Шабакульский район Деревня Бугаевка Когда однажды Мой друг Вадим Который работал В Киеве На телевидении Я ему звонила Мы очень дружили Он был режиссером Нет, был Володей режиссером А он был редактором Так я позвонила ему Говорю Дима Говорю Понимаешь Вот мне Тут скоро у меня такая дата Юбилей Не будем называть какой Я не люблю цифры Вот как бы так сделать Чтобы Что-то наше телевидение Молчат Может на Украине Про меня скажут Валь, хорошо Ты знаешь, что я подневольный человек Я спрошу Через день позвонит Говорит, Валь Начальство согласилось Ну, тогда еще Украина была Советская Как вы понимаете И Он говорит Валь, ну, а о чем мы будем Говорить, снимать Я говорю Как, Дима У меня родственники Это самое Приехали из Украины Я полуукраинка Я вообще обожаю эту страну Я ее люблю Все, что сейчас происходит Для меня просто боль Я с волокордином Не могу смотреть Вообще не смотрю И Он говорит Валь, ну, а где мы найдем Этих родственников Я говорю Подожди Они приехали И основали Деревню Бугоевка Тогда, наверное Я знаю, что они были В Полтавской губернии Значит, там есть Деревня Бугоевка Ищи деревню Бугоевку Я Он мне звонит Через два дня Говорит Валь, я нашел Деревню Бугоевку И мы поехали снимать Ой Мы снимали Такой фильм Мы снимали Миргороде Бурсу Бурсу Где учился Гоголь Мы там Снимали Где В каком храме Он Ну, так сказать Ходил Потом Еще так И потом приехали В Бугоевку Ну, это вообще было Меня встречала вся деревня Я начала рыдать Почему Не знаю И Рыдая Я пошла на сцену И стала говорить Про своего Дедушку И бабушку И про Я А когда в Полтаве Я снималась И я Первый раз пришла Первый раз Приехала В Полтаву Это климат сумасшедший Это мягкость И Чуть-чуть дымок Такой гари Вечером там В пять В шесть Я говорю Дима Почему Гарь Ой, Валь Они жгут На вишневых Веточках Они обкуривают Сало Почему Украинское Сало Такое вкусное Так никто Не умеет делать Действительно Я не хочу Обидеть других Людей Но Так, как Делают На Украине Никто Не может делать Сало И Я заплакала Потому что Это благодать была Это такой климат Мягкий Это невозможно Какая Боже Мой бедный Прадедушка И прабабушка Они Уехали С этой благодатью В эту суровую Сибирь А в Сибири Знаете Минус сорок Зима И плюс Сорок летом Ну поэтому Оттуда и Сибирский характер Ой Сибирский характер Не будем Точнее Ну так Вот Значит Так я Плакала А потом После концерта Эта история Потрясающая Ко мне Подошла Женщина И говорит Вы знаете У меня Тетя Вспоминала Что было Семейство Дулей Они были Не кулаки Они была Целая семья Очень чистая Очень симпатичная Они играли На всех инструментах И потрясающе Пели Ну Я опять Залилась Слезами Это был У меня Вот просто Привет С того века